Детская здравница О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области Об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасая жизни» Егор вместе с мамой живет в Чердоклинском районе Три года назад ему поставили диагноз – врожденный вывих левого бедра Заметить патологию могли и раньше, но беспокойство родителей всерьез восприняли лишь в областной детской больнице Со слов мамы Егора, Полины Захаровой, заволновалась сразу, как заметила, что сын ходит словно утенок Однако везде слышала один и тот же ответ – ножки ровные, зря обращайтесь Врачи у нас не заметили нашу патологию И сюда к Алексею Александровичу приехали на прием Он уже тут нам дал направление на осмотр, то есть не на осмотр, а на операцию Он говорит, что в экстренном случае надо оперировать экстренно уже От инвалидного кресла Егора спас его лечащий врач Алексей Кузин За плечами которого серьезный стаж 17 лет работы детским травматологом-ортопедом Алексей Александрович, скажите, насколько был страшен диагноз для Егора, когда он поступил к вам? Врожденный вывих бедра – это, безусловно, тяжелая врожденная патология Которая требует лечения И без адекватной помощи, без адекватной своевременной операции – это однозначно пожизненное инвалидное кресло Было принято решение об оперативном вмешательстве По совпадению обстоятельств к нам как раз в нашу больницу Собиралась приехать группа канадских и американских врачей В составе группы врачей был именно детский ортопед Говард Эпс Он заранее позвонил по телефону Попросил подобрать интересных пациентов Я Егора выбрал в эту группу И в июне 2014 года совместно с Говардом Эпсом Егор был прооперирован Операция прошла успешно Произвелась реконструктированное хирургическое вмешательство Остеотомия таза, остеотомия бедра С последующей артропластикой Операция очень сложная Относится к шестой категории сложностей Очень травматичная Сопровождается кровопотери Требует на самом деле большого опыта Знания, умения Именно выполнять такие вмешательства Сейчас Егор вместе с мамой Находится в больнице на реабилитации Под присмотром врачей он должен быть постоянно Здесь каждые три месяца Ему делают всевозможные массажи А также он занимается лечебной физкультурой Узнаем, как чувствует мальчик себя сейчас Расскажи мне свое распорядование У нас снились, улылись Еще там зарядка, завтрак, лечение Ну тебе это все не нравится, да? Да не очень Сам Егор в следующем году сядет за школьную парту Будущий первоклассник уже определился в профессии Мечтает стать футболистом И это несмотря на периодически острую боль в левой ноге От которой просыпается ночью Но не плачет Терпит, как настоящий мужчина Сегодня мы познакомили вас с еще одной историей болезни Важную роль здесь сыграли опыт врача Его любовь к делу И высокое чувство ответственности за человеческую жизнь Медицине важно не упустить момент Ведь от этого зависит чья-то человеческая судьба Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!